МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Сейчас на часах без 15 и 9. Прием начнется только через 15 минут. А у дверей отдела по вопросу миграции уже скопилось несколько десятков человек. Социальная дистанция 20 сантиметров. Почему люди стоят в огромной очереди для того, чтобы сдать или получить документы? В августе месяце на меня наложили арест. Все счета заблокируют. Зарплатную карту, пенсионную карту. Купил автомобиль – ходи пешком. Как работает схема, по которой платишь деньги и становишься должником? Когда-то здесь была полевая дорога. Луга, конечно, не зеленели, но с тем, что творится сейчас, не сравнить. Временный снеготвал превращается в постоянную свалку. Кто должен очистить огромную территорию у советского шоссе? Начнем с информации от регионального штаба по коронавирусу. У еще 106 человек в Новосибирской области подтвердился COVID-19. Один пациент скончался. Это женщина 57 лет. Всего же с начала пандемии на территории региона COVID-19 выявили у 3 тысяч человек. Почти полторы тысячи пациентов остаются в стационарах. А те, кто лечится дома, это бессимптомные больные, обязаны установить на телефон специальное приложение 112. Оно позволит в режиме онлайн сообщать медикам о своем самочувствии. Партия назвала лидеров. Список Единой России на предстоящих выборах в Заксобрании региона возглавят губернатор Андрей Травников, действующий спикер Заксобрания Андрей Шемкиф и герой России Александр Карелин. Тройку лидеров определили на президиуме Политсовета регионального отделения партии. Напомню, в сентябре жители нашей области будут выбирать депутатов Заксобрания, Совет депутатов Новосибирска и представителей на местах. Как показало предварительное дистанционное голосование, среди единороссов конкуренция на округах до 9 человек на место. За кандидатов на праймеры свои голоса отдали почти 85 тысяч человек. Поэтому показатели Новосибирская область в тройке лидеров в стране. Несмотря на то, что мы не ставили перед собой задачу какой-то искусственной ротации существующего, депутатского корпуса, тем не менее обновление значительное. В том числе и большое количество новых лиц, участников предварительного голосования. Это кадровый резерв регионального отделения. Те изменения, которые внесла пандемия еще больше, позволили нашим коллегам, заявившимся уже в новых условиях, в новом порядке, в новых течениях голосования, появить свою состязательность, конкурентоспособность. Оргкомитет предварительного голосования отметил и активное участие тех, кто не состоит в партии. Они предоставили собственные проекты и готовы разделить за них ответственность вместе с Единой Россией. Это в первые истории, когда губернатор, председатель ЗАГС собрания, наш уважаемый Сан Саныч, тут одной командой со всеми своими сторонниками, не только членами партии, но и сторонниками партии, которые, кстати, почти 30% участвовали в праймерис, не партийные. И надеюсь, что мы сможем сделать только много положительных и добрых дел для нашей родной Новосибирской области. Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие и поручил Центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзору и руководству в регионах обеспечить полную безопасность на участках. Вот как указ президента Путина прокомментировали в Новосибирске. О подробностях голосования в областном избиркоме сообщат завтра, после заседания ЦИК. Но уже сейчас известно, что 44 территориальных комиссий и почти 2000 избирательных участков будут готовы к работе. Основное внимание – соблюдению безопасности. С этой целью мы тоже сейчас проводим достаточно большую организационную работу, направленную на то, чтобы у нас все были обеспечены, в том числе и участники голосования, и масками, и дезинфицирующими средствами, перчатками. Закупаем одноразовые ручки, готовим одноразовые пакеты для участников голосования, которые будут голосовать у нас дома. Контроль за голосованием планирует вести сразу 8 тысяч общественных наблюдателей. В общественной палате уже готов их список. Я уже назвала это просто гражданин нашей области, города. Это представитель некоммерческой организации, и это представитель политической партии. Таким образом, мы замыкаем на общественную палату всех желающих сегодня осуществлять общественное наблюдение за процедурой голосования. По мнению депутата Анатолия Кубанова, в поправках Конституции много важных социальных моментов. Например, о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума. И те поправки в Конституцию, которые предлагаются, они именно нацелены на этот социальный блок. Индексация пенсий, социальных пособий не реже одного раза в год. Это, на мой взгляд, крайне необходимо. 1 июля, когда закончится голосование и начнется подсчет голосов, в стране объявлен выходным днем. Так же, как и 24 июня, когда состоится парад победы. Оба этих дня в календаре выпадают на среду. От нас требуется прийти, выразить свое отношение к этим изменениям в Конституции. И, на мой взгляд, это будет самое правильное и самое четкое понимание, что ты гражданин великой страны. Дмитрий Иванов, Александр Ведерников. Новости ОТС. В Ленинском районе Новосибирска толпы граждан буквально штурмуют миграционную службу. Почему возникли очереди и люди вынуждены приезжать не по одному разу? Разбиралась моя коллега Мария Никитина. Съемочная группа новостей в подразделение МВД отправилась сегодня утром. И вот что увидела. Сейчас на часах без 15 и 9. Прием начнется только через 15 минут. А у дверей отдела по вопросу миграции уже скопилось несколько десятков человек. Некоторые занимают очередь за несколько часов до открытия дверей. Наталья Сизова переехала в Новосибирск из Казахстана. Ежегодно женщина должна подавать в МВД уведомление о проживании. Срок до 22 июня. Где-то с середины мая мы начали ходить сюда. И вот до сих пор ходим в надежде, что мы успеем вовремя сдать эти документы, чтобы нам не предъявили штрафные санкции. Люди в толпе сетуют. Запись через госуслуги только на июль. А некоторые вопросы не терпят отлагательств. Одним нужно срочно выписаться из квартиры, другим уехать за пределы Новосибирска. Четвертой неделе не могу попасть. Внутрь даже не могу попасть. Не то, что там к инспектору. Люди передают друг другу рукописные списки. К началу приема на каждом листе бумаги уже по 50-60 фамилий. Вот такой бардак каждый день. В живой очереди из желающих получить необходимые услуги по линии ведомства и матери с маленькими детьми, и пенсионеры, и инвалиды. Это все такое бардак. Я вообще сам не понимаю, что это и строится, если честно. Вот столпотворение такое. Сейчас откроют дверь, сейчас начнутся все туда ломиться. И будут пускать только по 2-3 человека. Подразделения по вопросам миграции работают в особом режиме. По графику, утвержденному руководством полицейского главка. Внутрь одновременно пускают по 10-15 человек. Следят за тем, чтобы посетители обрабатывали руки, соблюдали полутораметровую дистанцию и масочный режим. Ведомстве успокаивают. В период пандемии регистрацию можно не продлять. Разрешено не менять просроченный паспорт и не получать документ впервые. Указом президента 274, если гражданин сейчас не придет за какой-то услугой, например, за восстановлением паспорта, регистрацией, миграционным учетом, то никаких штрафных санкций не будет. Не создавать толпу призывает руководство новосибирских многофункциональных центров. Приучить людей записываться, признаются в МФЦ, было очень сложно. Можно все спокойно, в удаленном режиме, из дома, через сайт, через портал госуслуг подать заявление и к нам только прийти уже на получение, записаться и получить документ. Не надо стоять в очереди, ждать каких-то талонов непонятных. Пытаться все-таки учиться работать в режиме удаленного доступа. Специалисты говорят, новосибирцам пора привыкать к новым реалиям. И вместо того, чтобы стоять в очередях, призывают пользоваться услугами в электронном виде. Мария Никитина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В редакцию новостей ОТС обратились пострадавшие от недобросовестных предпринимателей. Как рассказали люди с мошенничеством, они столкнулись при покупке и аренде автомобилей. Нюансов в этой истории оказалось масса. Мой коллега Дмитрий Белькевич попытался разобраться. И на марку японского производства по очень привлекательной цене заинтересовала жителя Новосибирска Алексея Посысаева. Чуть больше 200 тысяч за Мазду предлагал на одном популярном среде автомобилистов сайте продавец по имени Вячеслав. Но и такой суммы у мужчины не нашлось. Он решил приобрести автомобиль в рассрочку. К слову, продавец такую возможность предоставлял. Но подписывая договор, Алексей не подозревал, что лишится первоначального взноса и останется пешеходом. Даже и как-то не прочитал. Смотрю данную машину, все так же рассрочка, что, ну, там, как бы пункт, что рассрочка. И, ну, так же первоначальный взнос, что уже внесен. Я так же подписал все. Ну, машину раз на следующий день, я говорю, на следующий день у меня не получается, я приеду через день. Приехав домой, мужчина перечитал документы и выяснил, что подписал договор аренды машины. Алексей решил его расторгнуть, но в офисе компании заявили, первый взнос остается у них, плюс 30 тысяч за месяц аренды и еще столько же упущенной выгоды. Это его не устроило. Менеджера отправили в Дзержинский отдел полиции. Я говорю, ну, вас вы сразу туда отправляете, значит, у вас там свои люди. Ну, он говорит, ну, раз у нас там свои люди, обращайтесь в Министерство внутренних дел. С опером переговорили. Он говорит, что этих заявлений у них в отделе на эту фирму уже много, достаточно скопилось. Что сейчас в следственном отделе он и знает, что дальше под отделом пускать. Полиции обещали дать ответ через 10 дней. На момент встречи с журналистами стражи порядка так ничего и не ответили. Павел Кочкарев еще одна жертва. За иномарку по той же схеме он два года назад внес 140 тысяч рублей. Вернуть деньги не смог. Более того, оказался должен крупную сумму. В августе месяце на меня наложили арест, все счета заблокировали. Ну, как сказать, зарплатную карту, пенсионную карту заблокировали. Достают мне бумагу, договор займа, какой-то вообще непонятный, на 228 тысяч рублей. Я отказался. С тех пор ни денег, ни машины, которую, по его словам, он в глаза не видел. А в случае с гражданином Киргизии Асилбеком Абделдаевым представители автомобильной компании и вовсе якобы применили насилие. Он целенаправленно взял машину в аренду и решил подработать в такси. Но из-за коронавируса выполнить суточные планы не смог и решил разорвать отношения с арендодателем. Но по-хорошему не вышло. Он сразу мне начал. Он хотел проги бросать, но не получилось. Он сам упал. А потом он еще злился. У меня сын был два с половиной года. А с второго этажа Макс по имени, я ему узнаю. А второго не знаю. Два человека прибежали ко мне. А как приближали, у меня пацан уже, сын, мне приближает, он кричит, плакал. А сразу мне вдвоем руками тащили наверх и с сыном. У мужчины силой забрали паспорт, после чего ему удалось уйти из автоконторы. Он обратился в консульство, где рассказал об этой ситуации, а также заявил в полицию. С 26 мая, по словам Асилбека, никаких мер в отношении обидчиков так и не предприняли. Вместе с потерпевшими мы отправились в офис компании на Онежской 71, корпус 1. Менеджеры начали спешно собирать вещи и прятаться от камеры. А мужчина, которого нам представили как руководителя, настойчиво потребовал покинуть помещение. Можете брать камеру? Нет, я на работе на втором. Отказ от комментариев мужчина подкрепил весомым аргументом. Килограммов на 130. Есть люди, которые считают, что приятно касаясь тела. Вы хотите проверить? Вы мне угрожаете, я сейчас не делаю. В разгар встречи с представителем компании А1 в комнату ворвались бойцы Росгвардии, которых вызвали сотрудники офиса. В их присутствии обратившиеся к нам за помощью новосибирцы опознали в лице крупного мужчины своего обидчика. Но на этом все. Журналистам пришлось уйти из помещения без комментариев. К слову, самого владельца организации мы так и не увидели. Речь о Вячеславе Ашанине. Согласно данным сервиса СБИС, он является руководителем и учредителем еще ряда организаций. Мы направили запросы в силовые ведомства с просьбой уточнить, какие действия они предпринимают по заявлениям потерпевших и с предложением служебной проверки в отношении сотрудников Дзержинского отдела полиции. Мы будем следить за развитием событий. Дмитрий Белькевич, Алексей Погодин. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. После ночного ливня плитку здесь полностью размыло. Она буквально до сих пор проваливается под ноги, местами, глубина ям вообще по колено. Процедура прохождения в зону прилета осталась прежней. Волонтеры-медики проводят общий осмотр и измеряют температуру тела. 36,5. Проходите. Еще буквально год назад по берегам озера шумел камыш, оно медленно мелело и вообще превращалось в болото. Сегодня здесь работает земснаряд. Тротуарная плитка не выдержала напора воды в парке. Городское начало после ночного ливня. Дождь размыл песчаную подушку и брусчатка провалилась. Дмитрий Антипов о масштабах разрушения. Сейчас мы находимся возле памятника Александру Третьему в парке «Городское начало». И после ночного ливня плитку здесь полностью размыло. Она буквально до сих пор проваливается под ноги, местами, глубина ям вообще по колено. И теперь гулять здесь не то, что неприятно, даже немного опасно. Место для прогулок популярное. Мамы с колясками, дети на роликах и самокатах, да и музей Новосибирска рядом. Приезжие из других городов тоже любят приходить сюда. Все благоустроено и вид на Обь отличный. Однако этой ночью все изменилось за полчаса. Я просто живу в Новокраде Кольцово. Там у нас точно такая же плитка. И у нас, сколько я там живу, еще такого ни разу не было. Просто видно, что уровень, где плитку укладывают нормально и где укладывают как бы как. В социальных сетях новосибирцы возмущены. Михайловскую набережную реконструировали совсем недавно. Деньги потрачены огромные. Городские власти утверждают, к проекту той масштабной реконструкции осыпавшаяся плитка отношения не имеет. Общая набережная, она в безуколизненном состоянии. То, что вы видите и то, что показывают на фотографии, это касается парка «Городское начало» в районе памятника Царюк. Там был изначально прорыв во время испытаний теплосети. И образовалась такая яма. Мэрии заявили, что плитку восстановят, но дату начала работ не называют. Меж тем, синоптики опять прогнозируют сильные ливни. Дмитрий Антипов, Антон Мамаев. Новости ОТС. Зимой там был снегоотвал, а теперь свалка. Буквально за несколько месяцев территория на окраине Затулинки стала напоминать декорации к фильму «Буратино». Это поле чудес. Занимает почти полкилометра. Люди волнуются, не станет ли в Левобережье одним мусорным полигоном больше. Когда-то здесь была полевая дорога. Луга, конечно, не зеленели, но с тем, что творится сейчас, не сравнить. Снег еще не растаял даже в июне. Вокруг образовалось болото, которое здесь останется, видимо, еще на много лет. А сверху все это венчают горы мусора. На площадку для хранения снега эта территория уже мало похожа. Над ледяными айсбергами летают пакеты. Горы кирпичей и досок тоже вряд ли здесь оказались вместе с уличным снегом, который убирали дорожники. В рукотворном болоте хорошо лишь лягушкам. Новое место уже облюбовали дети. Благо, и от дома недалеко есть, где полазить и что пособирать. Постоянно там в этом мусоре дети. Они играют, они жгут. Я вот видела, шла под туннель туда, они жгли провод, обжигали. Ну, представьте, дым, дети. Ну, и никто меры не принимает. Практически полностью уничтожены зеленые насаждения вдоль советского шоссе. Часть из них еще пытается выжить между залой и бетонными блоками. У нас за домом всегда была очень хорошая экологическая, скажем, обстановка. Жили утки. У нас окраина города. Болоцем можно сейчас подойти посмотреть. Засохли. Мало того, я не понимаю, кто может подписывать в черте города свалку, когда рядом жилые дома, жилые комплексы. Мало того, через дорогу у нас находится восхнил, лесопарковая зона. Жители боятся, что раз так просто снегоотвал превратился в свалку, то недалеко и до несанкционированного полигона. Тем более, что грузовозы уже протарили дорогу к площадке. Летит мусор, летит ветер, идут запахи какие-то, причем горит. Вот нынче уже она горела, эта свалка. В ответ на запрос журналистов УТС в мэрии заверили, ДЛ номер 4 обязуется до 31 июля навести санитарный порядок на территории. И больше не использовать данную площадку для временного складирования снега. Однако пока там никаких уборочных машин жители не видели. Александр Попов, Тарас Тарасов, новости УТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Это новости УТС, прямой эфир и мы продолжаем. На двухнедельный карантин пассажиров больше не отправляют, но температуру меряют всем без исключения. Что изменилось в крупнейшей воздушной гавани Сибири спустя два месяца после начала пандемии? Екатерина Стывко. Самолет из города Нерингри только что приземлился в аэропорту Толмачева. Почти все прилетевшие вахтовики. В Якутии они строили газопровод Силы Сибири. В Новосибирске транзитом. Сейфулам Аличаев работал в Северной Республике несколько месяцев. Сейчас летит домой в Дагестан. Здесь этим коронавирусом нам купили через Новосибирск. Так у нас базовый взор Москва и уже дальше у нас были все условия для самоизоляции. Постоянно, каждое утро, каждый вечер нас проверяли на термометрия, все необходимые медицинские меры. В начале пандемии пассажиров из Якутии, Санкт-Петербурга или Москвы встречали в отдельном терминале. Сразу по прилету им выписывали предписание о двухнедельном карантине. А тем, у кого в Новосибирске лишь пересадка, запрещали покидать аэропорт и контактировать с пассажирами других рейсов. С 1 июня ввели послабление. Обязательной самоизоляции для них теперь нет, но медицинский контроль такой же. Процедура прохождения в зону прилета осталась прежней. Волонтеры-медики проводят общий осмотр и измеряют температуру тела. 36,5, проходите. Если бы была выше, меня бы сопроводили в медпункт другого терминала. И там бы уже фельдшер решал отправлять в больницу или нет. Возможных инфицированных осматривает доктор, а у входа в аэропорт дежурит скорая. Были случаи, да, у нас конкретно, ну, может быть, 2-3 человека в неделю бывает. Получается, что они с симптомами просто респираторного заболевания. Они просто находятся на двухнедельном карантине самостоятельно. То есть к ним приходит участковый терапевт, следят за температурой. Соответственно, берут у них мазки на ковид. И в дальнейшем они должны строгую изоляцию соблюдать. Волонтеры-медики отмечают, поток пассажиров увеличился. За сутки приняли уже несколько десятков рейсов из разных городов России. Отправлять в медпункт никого не пришлось. Постановление о послаблении режима поступило на пост к врачам 1 июня, в полночь. Поэтому людей, прибывших раньше этого времени, принимали по старым правилам. То есть некоторых успели отправить в обсервацию. Индивидуально по каждому жителю Российской Федерации будет приниматься решение. Я думаю, что по всем будет принято позитивное, именно положительное решение с снятия с обсервации, с самоизоляцией. Чаще всего так скажем. Стоит отметить, что послабления не распространяются на прилетевших из-за рубежа. Как и раньше, они считаются условно инфицированными и должны две недели находиться на карантине. Екатерина Стывко, Дмитрий Антипов, Алексей Баженов и Антон Мамаев. Новости ОТС. Другим темам. 20 километров муниципальных теплосетей замерят Новосибирске в этом году. В списке проблемные участки, на которые горожане жаловались чаще всего. Это и магистральный трубопровод на улице Сибирьков-Гвардейцев. Его проложили всего 12 лет назад, но работы провели с нарушениями. Поэтому десятки тысяч жителей из-за Тулинки страдали из-за отключений после порыва в коммуникации. Вот теперь участок теплосети протяженностью около километра перекладывают по современным технологиям. Срок службы 30 лет. Аналогичный подход ко всем запланированным объектам. В том числе в районе Чемского жилмассива и на улице Комсомольской. Завершить работы, включая благоустройство территорий, планируют к концу лета. Здесь применяется очень хорошая стальная труба с очень хорошим гастированным качеством. Применяется антикоррозионная изоляция, качественно делается тепловая изоляция, ее крепление. И самое главное, на что мы рассчитываем, гидроизоляция самого канала. То есть получается практически очень серьезный, не смогу сказать, что монолитный конструктив, но очень тяжело проницаемый со стороны внешней среды. То есть мы надеемся, что никакие грунтовые воды, техногенные воды не зайдут в этот канал. Уникальное озеро спасают в Доволенском районе. Работы ведут в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». С подробностями мой коллега Станислав Блинов. Озеро Довольное в Доволенском районе относится к числу уникальных природных объектов Новосибирской области. Еще буквально год назад по берегам озера шумел камыш, оно медленно мелело и вообще превращалось в болото. Сегодня здесь работает земснаряд. На нем есть криза, она разбивает пил. Размешивает его. Землесос стоит внутри, он закачивает сквозь пульбу вот эту. Закачивает в себя ил, камыш. И через большую пульбу отправляется все на карту намыло. Работы по очистке озера должны были начать еще три года назад. Но найти добросовестного подрядчика, способного очистить больше 40 гектаров водной глади, получилось только в конце 2019 года. Можно встретить диких косуль, которые могут сюда забрести и просто ходить по берегу. Лебедей видели гуляющих вот у нас на пляже. То есть это настолько порой поражает, что такие места еще сохранились у нас в Сибири. В прошлом году подрядчики занимались очисткой берегов озера от зарослей камыша. В этом году с помощью земснаряда рабочим предстоит поднять со дна на карту намыва порядка 110 кубометров ила. А использованная вода, отстоявшись, возвращается обратно в водоем. После завершения работы будет разравниваться площадь и засеиваются травочкой. Будет произведется рекультивация. На очистку довольного по нацпроекту «Экология» выделено 14,5 миллионов рублей федеральных средств. Одна из задач национального проекта была подобрать такие водные объекты, которые привлекательны для людей. И проводя расчистку, восстанавливая их естественные характеристики, мы создаем благоприятные условия для проживания граждан. Кроме довольного, в 2020 году в рамках программы сохранения уникальных водных объектов в Краснозерском районе расчистят озеро Половинное и пойму реки Баган в Доволенском районе. Только на эти три объекта потратят около 25 миллионов рублей. Станислав Блинов, Александр Ветерников, Новости ОТС. Как пандемия коронавируса сказалась на официальном рынке труда, сегодня рассказали в профильном министерстве. Количество зарегистрированных вакансий в нашей области сократилось всего на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Массовых сокращений и ликвидаций предприятий в Новосибирской области официально не зарегистрировано. При этом больше 10 тысяч работников перешли на режим сокращенного дня. Добавлю, что если раньше пособия по безработице получали 13 тысяч граждан, то теперь почти 40. Минувший апрель стал самым жарким в нашем регионе за всю историю метеонаблюдений. То есть как минимум за 100 лет, заявила сегодня начальник Западно-Сибирского гидромедцентра. По словам Анны Лапчик, специалисты зафиксировали превышение климатической нормы на 10 градусов. Тем не менее, сильных подтоплений, по данным специалистов, в нашем регионе весной не зафиксировали. По результатам мониторинга, намного теплее, чем раньше было и в мае. А вот в первой декаде июня, по прогнозам синоптиков, столбик термометра не поднимется слишком высоко. Но и купальный сезон открывать рано, уверены эксперты, вода еще холодная. Она может прогреться до оптимальных значений, до плюс 18-20 по Цельсию, к середине месяца. Наиболее теплый месяц у нас следует ожидать август. Поэтому, причем август по восточной части южных регионов. Это в Томской области, Кемеровской, ну и также по востоку Новосибирской. Это все новости на сегодня. 2 июня в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и берегите себя. Новосибирск Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»